Привет, Библия! Тема «Иисус воскресил сына вдовы Наинской» Текст Евангелия от Луки, глава 7, стихи с 11 по 17 В Евангелиях написаны истории о людях, которые встретились с Иисусом. Когда они встретили Иисуса, у них были следующие ожидания. «Иисус научит нас мудрости жизни». «Иисус исцелит нас». Такие ожидания были и у сотника. У сотника слуга, которым он очень дорожил, был болен при смерти, но пока он не умер. Поэтому у него была небольшая надежда на то, что Иисус может исцелить слугу. Иисус, видя же его ожидания, исцелил слугу. Сегодняшние слова начинаются со слов «после сего». В отличие от сотника, который ожидал, что Иисус исцелит его любимого слугу, те, кто встретил Иисуса в сегодняшнем тексте, похоже, не ожидали от Иисуса ничего. У них не могло быть даже маленькой надежды. Что же с ними случилось? Иисус с учениками и многими людьми пошел в город, называемый Наин. Когда же он приблизился к городу, толпа людей выходили из города, чтобы похоронить своих близких. Они проводили похороны. Похороны всегда грустны. Но похороны, которые Иисус видел в городе Наине, были особенно грустными. Потому что покойник был молодым человеком, а молодая мать была вдовой. Если бы эта вдова знала Иисуса, то она бы попросила его исцелить своего сына еще до смерти. Но эта вдова не знала Иисуса и была вынуждена смотреть на своего умирающего сына. Людям в этом городе ничего не оставалось, кроме как плакать вместе с этой вдовой. Увидев вдову, Иисус жалился над нею. Для нее сын был единственной радостью, надеждой и был как целое состояние. Как печально было горе этой вдовы, потому что такой сын умер. До того, как Иисус пришел в город Наин, он исцелил слугу сотника. Поэтому, увидев вдову, потерявшую сына, Иисус чувствовал сильное огорчение. И он сказал ей, не плачь. На самом деле говорить не плачь на похоронах не соответствует ситуации. Похороны – это время для плача. То, что он все же сказал так, исходило из его сердца, наполненного любовью и стремлением изменить их печаль на радость. Мы можем увидеть это в следующей сцене. Иисус прикоснулся к телу юноши. В то время считалось нечистым прикасаться к телу мертвых. Поэтому никто, кроме семьи, не пытался прикоснуться к телу мертвых. Иисус вел себя иначе, чем обычаи и мысли людей того времени. И он повелел молодому человеку, сказав, «Юноша, тебе говорю, стань мертвый!» Поднявшись, сел и стал говорить. Печаль этой вдовы переменилась на радость. Дорогие дети, какого Иисуса вы ожидаете? С каким Иисусом вы хотели бы встретиться? Всякий раз, когда мы ожидаем и думаем об Иисусе, мы должны помнить один факт. Это то, что Иисус может дать нам больше, чем мы надеемся и ожидаем. Иисус – это тот, кто решает не только наши трудности и болезни, но и проблемы жизни и смерти. Помните, Иисус – это тот, кто видит нашу печаль и боль и сопереживает с нами. Кроме того, Иисус, который жалеет нас, помогает нам способами, о которых мы не могли и думать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова